Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается ребенка 13 лет. Ситуация, ребенок учится в математическом классе 7, учится крайне сложно, но если другие дети прогибаются и пытаются хоть как-то защитить, мой ребенок выражает протест. Отказывается выполнять домашнее задание, пропускает школу, учителю не подчиняется. Остальные предметы нормальные, речь идет только о математике. Способности есть на 4, но теоретически может, но говорить это очень-очень скучно. Дело точно до того, что мы поставили в 3-й четверть серверовой к математике, за 6-й четверти пятницу вызвали на говер с замдиректором и психологом. Итог, ребенок просто молчал, не ответил ни на один вопрос к психологу, а смотрел на них как на полумных. Психолог сказал, что наверняка он у вас будет подавлен, но сегодня не ругайте его, как бы не так. Риберек спросил, кто все эти люди и что им надо, веселился, играл, смеялся все пятницу, хотя в кабинете сидел, молчал и производил впечатление полного аутиста. Теперь такая деталь. Риберек очень увлечен метро и трамвайом, это его самый большой интерес в жизни. У него свой канал на YouTube, где он вкладывает различные видео. И вот один из таких обзоров я отправил к главному руководителю, тем не вечером. Она была вполне в шоке. Сказала, что это два разных ребенка. Что речь развита не по годам. Я была просто в шоке. Была просто в шоке. Я хочу понять, почему он дома один, а в школе ведет себя как аутист. С знакомствами нет проблем, хотя и близких друзей нет. Он больше одиночек. Ему сказали, что если до конца четвертый день исправят положение, его выгонят в другой класс. Он туда не хочет. В общем, я не знаю, что делать. Я лишь поняла, что даже замдиректора ему не указ. Особо утруждаться не хочет, не говорит, что у него куча дел, и школа у него отнимает время. Классный руководитель сделал вывод, что математика не его. Он предосторный журналист, а он менять школу не хочет ни в какую. Тупик. Ну и дальше идет ссылка на видео. Смотрите. Ситуация следующая. Она двояка достаточно. Во-первых, чтобы понимать всю ситуацию, происходящую с ребенком, и вам необходимо исследовать семейную атмосферу, семейную среду. А как бы у меня сложилось впечатление такое, что математический класс – это что-то вроде Дани. Тогда как его увлечение – это вот, ну, на самом деле увлечение. И как мне показалось, что в некотором смысле ваш ребенок, он инфантилен. Не в смысле того, что это плохо, а в смысле того, того, что он человеком не чувствуется, не ощущается своей, скажем так, ответственности за действия благодаря вам. То есть, смотрите, что получается. Во-первых, человек посредством своей деятельности, своей активности, своих поступков привлекает к себе достаточное количество внимания. Да, он привлек внимание школьного психолога, он привлек внимание замдиректора, он привлек ваше внимание, а вы привлекли наше. То есть сейчас очень много взрослых людей говорить о нем по большому счету. Обсуждают его. Это потребность во внимании. То есть, по итогу, ребенок получает внимание к себе. И вот этот момент, он очень важен, что все, что делает ваш ребенок, очень похоже на привлечение внимания. И как бы знание о том, что, в общем-то, что бы он ни сделал, все равно проблема, ну, проблема решит, скажем так. Вот. Она будет решена. Это проблема. Вами, школой, но будет решена. Только не и. Вы пишите о том, почему ребенок в школе один, а дома другой. Это связано с его восприятием окружающих. Оно является производным от вашего восприятия. Или, если есть фигурация, то, вероятно, то, вероятно, и от его восприятия. Хотя, вот последний факт не точный, потому что про это вы ничего не пишите. но складывается такое ощущение, что отец либо дистанцирован от ребенка, либо не участвует в его жизни в принципе. Либо его функция как-то вот деструктивно себя проявляет. Деструктивно не в плане того, что отец делает какие-то откровенно плохие вещи, подает плохой пример и так далее. Нет. А именно, вот что, эээ, взаимодействие как-то приводит к негативу определенному. Это нужно понимать. Это нужно понимать. Вот. Нужно понимать, что, ээ, необходимая отцовская фигура. Мужская фигура. Не обязательно. Не обязательно отцовская мужская. Мужская фигура нужна. Ребенку. Вот. Мальчику. Вот. А что касается восприятия им других людей, окружающих, то на мой скромный взгляд, по моему скромному мнению, Ситуация здесь, эээ, такова, что, как бы, это производно от вашего восприятия. На мой взгляд. Я повторюсь. На мой взгляд. И, соответственно, соответственно, работать и разбираться нужно именно, именно с этим. В первую очередь. С тем, почему я воспринимаю, эээ, ну вот, скажем так, окружающих людей вот так, как я их воспринимаю. Чем это связано? Да? Дальше. У меня сложилось ощущение, что, эээ, эээ, то, как, то, как сложится жизнь ребенка, волнует всех, кроме него, кроме, кроме, кроме него самого. Такое у меня сложилось впечатление. Это, знаете, не очень хорошее впечатление, потому что это, опять-таки, создает у ребенка чувство своей, эээ, собственной неуязвимости. Что, вообще говоря, довольно опасно, потому что не будет ответственности за свои действия, не будет, эээ, как бы, ощущения значимости своих действий. И вот это, мне кажется, очень важно, что ребенок не чувствует, что он что-то значит. Ребенок не чувствует, что он что-то решает, потому что всегда-всегда есть другие люди, всегда есть другие, кто решит, но не он сам. Вы описываете ситуацию, при которой ему ставят условия, что, если, там, получишь какие-то оценки, да, вот, то, собственно говоря, ну, придешь в другой класс, и что математика это не его, и так далее. Ну, так, и в чем здесь, эээ, по-вашему заключаются проблемы? Вы говорите о том, что это тупик, но не совсем понятно в данном случае, чей это тупик? Это тупик ваш? Это тупик ребенка? Судя по тому, что я могу видеть, ребенка в целом все устраивает. Судя по тому, что я могу видеть, ребенок, в принципе, всем доволен. У него нет, как мне кажется, переживаний по поводу того, что он будет делать, по поводу того, как он будет, ну, как он будет жить, и так далее. Переживания подобные есть у вас, но нет у него. Это, эээ, довольно тревожный факт, потому что вы, как будто бы здесь, я повторюсь, берете ответственность за, эээ, ребенка, эээ, на себя. Тем самым, лишая его возможности самому управлять своей жизнью. И самому чувствовать, что он на что-то влияет, что он что-то определяет свою жизнь. Мне кажется, это, эээ, довольно серьезная проблема. Потому что таким образом мы учим человека, не отвечая за свое решение. Таким образом мы учим человека, безответственности, безнаказанности и так далее. Это довольно неприятный, как вы понимаете, я надеюсь, факт. Поэтому что здесь имеет место быть? Здесь имеет место быть гиперопек. С вашей стороны. Вы его, как будто бы, гиперопекаете. Вы, как будто бы, эээ, хотите, чтобы ребенок определился. Вы переживаете, что он не такой, какой, ээээ, каким вы хотите его видеть. То есть, ваши собственные чувства здесь, и ваши собственные переживания здесь, являются предметом для психотрапии. Вот. Понимаете? Да? О чем идет речь? Я надеюсь. Вот. Это очень важно учитывать, если мы хотим разобраться с, ээээ, ну, с ситуацией, как бы, которую вы описываете. Вот. Я думаю, что, эээ, действительно, эээ, у ребенка есть, эээ, некоторые сложности, эээ, с тем, чтобы, ээээ, ээээ, ну, иметь какой-то контакт с эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но они у него связаны, конечно же, в первую очередь с, так скажем, отсутствием мотивации. То есть, ребёнок не видит для себя необходимости в том, чтобы налаживать взаимодействие с людьми. Вот он этой необходимости, он такой необходимости не видит. А как-то вот донести до него опыт, что это хорошо, что это полезно, что это может быть как-то приятно, да, у вас не получилось. Хорошо это или плохо, мы сейчас об этом говорить, наверное, не будем. Ну, потому что в этом, на мой взгляд, никакого смысла нет. Важно просто этот момент учитывать, что ребёнок не видит для себя мотивов в том, чтобы налаживать связи с людьми. Ну, нравится нам это или нет, да, хотим мы этого или нет, он не видит в этом для себя чего-то такого полезного, да, скажем так. И на мой взгляд, на мой взгляд, что может быть здесь нашей задачей, да? Что может быть здесь, скажем так, каким может быть здесь наши действия, какими они могут быть, да? Ну, в первую очередь, это, конечно, работа с вами. То есть, в первую очередь, это работа с вашими эмоциями, с вашими чувствами, вот, с вашими переживаниями, которые у вас могут иметь место быть. И, значит, помощь вам, помощь, помощь, помощь вам в, так скажем, обретении, ну, своей позиции. Я бы так сказал. То есть, помощь вам в том, чтобы вы обрели свою собственную, ну, вот, точку зрения, да, чтобы вы сами смогли понять, как и как и что лучше делать именно вам, вот. На мой взгляд, имеет смысл не противопоставлять себя ребенку, а постараться его понять. И позволить ему жить, в общем и целом, так, как он хочет, вот. То есть, необходимо допустить, что человек может самостоятельно нести ответственность за свои решения. Без подобного подхода вряд ли что-то может получиться. Вот. У вас есть тревога. На мой взгляд. Вот вы, скажем так, прислали нам видео. Ссылку на видео. Значит, что вы хотите показать? У меня сложилось ощущение, что, больше всего, вы боитесь повозить, что кто-то подумает, что ребенок ваш ненормальный. Вот это вас пугает. Возможно, вы боитесь того, что ваш ребенок может быть аутистом. То есть, вы боитесь какого-то заболевания, так сказать. Ну, так это ваши трудности, ваши проблемы. Ребенок-то здесь при чем? Если в семье есть дефункция, Ну, например, связано с тем, что мальчик, мальчик может, к примеру, ну, к примеру, выражать протест, да, то это повод обратиться к психологу на предмет семейного консультирования вместе с вашими нарадами. На мой взгляд. И, в общем, это стоит смотреть, как обстоят дела. Итак, да-да. Я повторюсь, что на вас, как на родителей, лежит ответственность, мотивация. То есть, ну, нет, привыкла, мотивация, как бы, взаимодействоваться с людьми. Это первое. Второе. Я не совсем понял, как он оказался в математическом классе. Не совсем понял, почему он должен прогибаться. И как-то тащить. То есть, зачем? Ну, например, если вы скажете, что ребенок оказался в математическом классе, потому что он сам того хотел, то я вам поверю. Я не вижу каких-то оснований, да, для того, чтобы вам не верить. Я вам поверю. Дело немножечко в другом. Дело немножечко в другом. Дело, как мне кажется, больше в том, вот здесь, что если он в математическом классе, потому что он сам так того хотел, то ему же самому и отвечает за свои решения. А этого не происходит. Понимаете? Его шантажируют, пытаются манипулировать, угрожают, а ребенку 13 лет. Это подростковый возраст. Возраст протеста. Когда дети в общем и целом идут против всего мира. И это в общем и целом такая довольно, знаете, распространенная, я бы сказал, позиция среди ну, среди детей и среди подростков. То есть это нормально. Это нормально. Ну, вот этот, эм, этот период, да, этот период, непростой период, нужно пройти. Но пройти его можно по-разному. Можно испортить отношения с, эм, ребенком, например. Да? можно испортить с ним взаимодействие. А можно в общем-то показать ему, продемонстрировать продемонстрировать ему то, что необходимо учить, учиться договариваться. с людьми. Необходимо учиться договариваться с людьми. Но сделать это можно только в том случае, если вы позволите своему ребенку принимать неправильные решения. Причем не просто неправильные решения. Не просто неправильные решения. а если вы позволите своему ребенку ошибиться и ошибиться сильно. Только в этом случае может что-то получиться. Ни в каком другом случае. Понимаете, да? Но скажем так, позволить своему ребенку ошибиться означает признать, что он не такой, как я хочу его видеть. Он не такой. Он другой. И вот тут возникает на мой взгляд самая основная беда. Вы этого боитесь. На мой взгляд. На мой взгляд вы боитесь этого как агния. Вот собственно в этом смысле я и хочу как бы направить вас на терапию. Чтобы вы условно говоря не боялись того, что ваш ребенок может быть ненормальный. Сейчас этот страх выдает вас и не позволяет вам действовать свободно по отношению к ребенку да и даже по отношению к самой себе. Вот. обратите внимание вы не говорите практически ничего про свое отношение про свои чувства с работой. Я думаю что ребенок судя по тому что вы делаете не слишком то вам доверяет. Ну то есть я не думаю что отправляя видео его классному руководителю например или допустим выкладывая ссылку здесь вы спрашивали его разрешение. Вот сами спросите спросите себя как вы относитесь к тому чем ваш ребенок увлекается. Ну просто задайте вопрос это довольно простой вопрос как вы относитесь к тому что ребенок увлекается трамваями метро и так далее. Ну вот. вот с этого начните начните с того чтобы спросить себя если у меня уважение к моему к моему сыну уважаю ли я его принимаю ли я его безусловно таким как он есть или нет понимаете ваш ребенок может быть действительно болен но если нет то все происходящее это его выбор это его выбор это его ответственность это его путь это его путь получения опыта и это путь тяжелый это путь непростой это путь связанный с так скажем рядом с трудных моментов и эти моменты необходимо прожить я могу сказать о том что есть возможно некоторое психологическое основание того чем он увлекается но не будет потому что вам сейчас важно научиться принимать своего ребенка таким как он есть это как мне кажется является самой главной сейчас для вас проблемой нет либо ваш страх за него гиперопека его ну вот какие-то ну какая-то тревога за него и призывание вот что вашему ребенку абсолютно ну не помогает потому что ваши призывания это ваше призывание а его призывание это его призывание и его путь а у вас он свой да у вас свой путь это важно понимать то есть я бы поставил вопрос о том насколько и как сильно развитым между вами и им личный границ это очень ваше вот в принципе и все да в какой-то степени мальчик чувствует угрозу угрозу от окружающих людей его смех веселья может быть защитной реакцией но вопрос стоит ставить так а почему почему он чувствует эту угрозу ну вот вы пишете он не хочет приходить в класс и так далее почему ну с чем это связано это ведь важно ну что он не хочет а вы говорите про тупик он не хочет хорошо а чего хочет тогда этого он не хочет понятно а а чего хочет вы знаете чего он хочет на мой взгляд не совсем на мой повторю взгляд вы не знаете чего он хочет ну вот а если знаете то вопрос заключается в том какое у вас к этому отношение в этом смысле здесь все довольно просто я не думаю я не думаю что здесь есть какая-то серьезная патология я не думаю я не думаю что мы имеем дело с больным человеком особенным я думаю что мы имеем дело с человеком особенным в короче смысле слова я думаю что мы имеем дело с человеком возможно неординарным возможно тут нужно смотреть если есть какой-то диагноз есть какие-то отклонения то одно если нет диагноза и нет отклонений это другое но особо хочу подчеркнуть что даже если диагноз какой-то существует и даже если у вашего ребенка есть какие-то отклонения то все равно ему придется с этим жить все равно ему придется как-то жить и учиться как-то взаимодействовать с обществом и лучше будет если он если он будет идти по этому пути сам получает помощь только тогда когда он на ней попросится получает помощь только тогда когда он сам поймет что не справляется по этому получает помощь просто так еще и внимание к себе получает тоже то ли это что вы хотите для своего ребенка вот на этот вопрос я рекомендую вам ответить и подумать просто просто подумать чего вы хотите для своего ребенка и связано ли то что вы хотите для него с ним сами на мой взгляд нет на мой взгляд сейчас это выглядит как то что вы хотите чего-то для себя вот как я уже сказал мне кажется что вы хотите чтобы ваш ребенок определился но беда в том что он определяться не хочет и самое пожалуй главное да потом ему определиться и нет необходимости зачем зачем ему определяться для чего ему определяться ему сейчас в общем и целом и так хорошо ему сейчас 全拍 зачем ему определяться что он получит от того что он определится А просто задайте себе вопрос, что он получит, если определиться. Скорее всего, ничего. Ничего он не получит, скорее всего. Но ума ребенок не дурак, чтобы делать себе что-то во вред. Я думаю, вы с этим согласитесь. Вот. Как-то так. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Очень важно понимать, что информации, которые вы предоставили, крайне мало. Для того, чтобы делать выводы, нужно интервью, нужно с вами поговорить, чтобы собрать информацию и понять, что происходит. А пока это такое вот предварительное даже не мнение, а просто впечатление. Вот. Нужен более детальный разговор с вами. И повторюсь, психотерапия нужна вам сейчас. Потому что, как мы можем видеть, ребенка особо не волнует то, что волнует вас. Его это особо не тревожит, не беспокоит, но довольно сильно беспокоит и тревожит вас. И вот это ключевой момент в этой ситуации. Что ваша собственная тревога не является проблемой ребенка. От слова совсем. Ваша собственная тревога является преимущественно вашей проблемой. И работать нужно вам с ней, а не ребенку. А на бытовом уровне, вот именно, что на бытовом уровне, я понимаю, почему вы переживаете на бытовом уровне. Вот. Я понимаю, но поскольку, поскольку вы обратились все-таки к нам, да, поскольку вы обратились к специалистам, к психологам за помощью, вот. То я думаю, что вам имеет смысл здесь признать, что очевидно вы сами уже не справляетесь. Вот. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего постыдного, в этом нет ничего ужасного или тяжелого. В том, что вы сами не справляетесь. Просто сейчас нужно понять, что вам нужна помощь. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.